Палас В Индию вышли три коровена, возглавляемые Христофором Колумбой. Палас Это путешествие длилось ровно два месяца и восемь дней. И вот на шестьдесят девятый день, когда ночь одиннадцатого октября сменилась утром двенадцатого, вахтенный матрос коровелы Санта-Мария громко по-испански заорал. Земля! Слушай мою команду! Убрать паруса! Шлюпку на воду! Шлюпку на воду! Закричал командор по-испански. Из леса на незнакомом языке послышал. До мной! Закричал командор по-испански. 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 Ответили ему иностранцы и, как ничем не бывало, продолжали заниматься своим делом. Хлеб отдай, малышу. Индусы. Нет, Батуно, это индейцы. Индусы в Индии. Но это же есть Индия. Нет, Индия. Нет, Геннацион. Это Америка. Нет, Индия. Вы только посмотрите на этого упрямца. Может, ты еще будешь учить нас? А сам-то ты кто? Я? Я Христофор Колумб. А вы? Кто вы такие? Мы? Мы ротинцы, уважаемый Батону Колумб. Это Романос. А это Маркос. Это Гатуника. Амарджон? И позвольте теперь представиться мне, Пикентий, ваш покорный слуга. Мы все четверо из раки. Из раки? Из раки. Колумб глубоко задумался. Вдруг лицо его просветлело, и он воскликнул. А-а-а! Вспомнил! Самое быстрое в мире! Ратя Ратя Один из прекраснейших уголков Грузии. Она граничит с северной стороны. С Большим Кавказским хребтом и Сосванетью, и Меретии, и Юго-Осетии с трех других сторон. Рача горная страна. Есть верхняя и нижняя рача. Справедливое замечание. Рача, как всем известно, делится на верхнюю и нижнюю. Само определение ясно говорит, что в нижней раче горы гораздо ниже, чем в верхней. В этом легко убедиться. Достаточно внимательно посмотреть на рельеф. У вас есть возможность самим оценить этот край. К тому же врача чистый воздух. А в наше время это немало. Кроме гор, в этом благодатном крае есть леса, в которых до сих пор не ступала нога человека. Реки с такой чистой водой, что в это даже трудно поверить. Есть там и горные ручьи, и водопады, и целебные источники. В одном только рачинцам не повезло. У них мало пахотной земли. Поэтому они испокон веку, единственные из грузин, отправлялись в другие земли, страны и даже континенты в поисках заработка. Так они раньше испанцев оказались в Америке. Из достоверных источников известно, что встретили они Колумба свежевыпеченным хлебом. Этот исторический факт был запечатлен на фотографии. Рачинцы очень практичный народ. Правда, не настолько, чтобы, боже упаси, разбогатеть или прижиться на чужбине. Поэтому они давно покинули чужие страны. Живут сейчас в больших городах Грузии, тоскуя по рачи. Если раньше рачинцы славились как хорошие повара, пекари, плотники, то сейчас среди них столько ученых, что они могли бы и открыть свою Академию наук. 18 академиков, 74 профессора, 232 доктора наук, геологи, языковеды, агрономы, учителя, врачи, физики, химики, футболисты, математики, два пожарника. И один водитель скорой помощи. Правда, злые языки утверждают, что матерь у него была имелитненькая. Пахуштый Батонишвили. Наш известный историк, картограф и географ. Жил в 18 веке. Посмотрим, что он пишет о рачинцах в своем многотонном исследовании о Грузии. Так, зашел. Рачинцы высокого роста. Они сильные, отважные и храбрые в бою. Выносливые. Поведение скверного... Женщины обаятельные, мягкие, скромные и добрые. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Рачинцы поют. Загадочная песня. В ней всего одна фраза. Церетели завещал нам. Церетели завещал нам. Церетели завещал нам. К этой песне мы у конце фильма еще вернемся. Возможно, нам удастся выяснить, что именно завещал рачинцам Церетели. Идемте дальше. Знакомьтесь. Истинные представители рачи. Видите, как он сидит? Тихо, спокойно, весь в своих мыслях. Так может сидеть только рачинец. Простите, можно вас побеспокоить? Скажите, если можно. О чем вы думаете? Семнадцать. Ага, ясно. Семнадцать? Большое спасибо. Что это за магическая цифра семнадцать? Объясните, пожалуйста. Семнадцать. Что? Что? Восемнадцать. Извините, я ошибся. Он не рачинец. Нет! Вот. Сейчас перед вами настоящие рачинцы. Они отличаются своим спокойствием, созерцательностью, философским отношением к жизни. Наверное, их поэтому считают, как это не обидно, туго думаны. И рассказывают о них небелицей самого невероятного характера. Это было очень давно, лет триста назад. На площадь вывели приговоренных в казни. Кто рассмешит нашего гостя-рачинца, тому я сохраню жизнь. Мегрин! Мегрин! Это очень смешно. Да засмейся ты, ради бога! Неужели тебе трудно, болван? Неужели тебе трудно, болван? Неужели тебе трудно, болван? А что ты идешь отсюда, Лев? Сразу! Ты, вверх, стаси, держи, А я воню decrease, а я вонюю, вы куда бы там... Да что вы, вы друзья, не выводите, а я с удара, а вы, а вы, вы, а вы, а вы, ... А вы, Имереттин! 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 И еще встретимся. На эту тему существуют и современные анекдоты. Вот несколько из них. Ну, где? Рачинцы, чего ищете? Наш поезд. Какой поздно? Накутайся. Ээээ, опоздали. 20 минут назад ушел. 20 минут назад ушел. Видишь, бикенди? Если бы мы не бежали, могли бы опоздать на целый час. Да. Когда прыгнешь, сосчитаешь до 10, тернешь кольцо, парашют раскроется. Понял? Что здесь непонятного? Считаешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тернул кольцо, раскрылся. Понял? В самолет. Ну, пошли. Ну, пошли. Все помнишь? Да, да. Один. Дед. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...